Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. Однажды Сардинскому королю доложили, что Савойское дворянство совсем обнищало. Как-то король остановился в одном городке, и к нему на прием пришло несколько дворян в роскошных нарядах. Король намекнул им, что, видно, не так уж они и бедны, как об этом говорят. Один из дворян выступил вперед, государь. «Узнав о вашем прибытии, мы сделали все, что должны были сделать, но мы должны за все, что сделали». Однажды Генрих IV решил продемонстрировать испанскому послу разницу в характере трех своих министров. Став секретаря по иностранным делам Вильруа, президента Дижонского парламента Жанена и первого министра Сюли. «Сначала король вызвал Вильруа. Видите вы эту балку? Она вот-вот обрушится». Вильруа, не поднимая головы, сказал, «Вы правы, я распоряжусь, чтобы ее укрепили». Затем король вызвал президента Жанена. Тот сказал, «Надо будет посмотреть, в чем там дело». Потом послали за Сюли. Он внимательно посмотрел на балку и воскликнул, «Да что вы, государь, эта балка еще нас с вами переживет». После смерти кардинала Мазарини в Париже появился листок, где была такая фраза. «Одни говорят, что кардинал Мазарини умер, другие, что он жив, а я не верю ни тому, ни другому». Уже будучи императором, Наполеон регулярно проверял военные отчеты и находил мельчайшие неточности. Почему на острове Влахерн 15 жандармов сидят без оружия? Почему не упомянуты два четырехдюймовых орудия, находящихся во стенде? Все отчеты он помнил наизусть. В 1813 году он вспомнил при случае, что три года назад отправил два эскадрона 20-го конно-егерского полка в Испанию.